На Эльбрусе до сих пор частично сохранилось здание самой высокогорной гостиницы СССР, которая называется «Приют 11». Когда-то это здание пользовалось популярностью у альпинистов, но теперь оно заброшено. Тем не менее, в МЧС заявили, что в 2024-2025 годах гостиницу восстановят и в ней будут располагаться спасатели. Впервые это место стало известно благодаря альпинистам из Кавказского горного общества. Они забрались на высоту 4050 метров над уровнем моря и установили там лагерь. Так как у альпинистов была с собой краска, они сделали памятную табличку, на которой написали «Приют 11», так как их было 11 человек. Спустя 20 лет за дело взялся советский альпинист Раковский и организовал на высоте небольшую хижину во время своего восхождения. Тогда она состояла из дерева и была обнесена железом. Несмотря на свои небольшие размеры, в ней могло помещаться до 40 человек. В 1938 году началось строительство высокогорной гостиницы. Руководителем проекта был инженер и альпинист Николай Попов. Самой сложной работой была транспортировка грузов в горы. Тем не менее, были проложены специальные тропы, позволяющие обходить ледниковые трещины и прочие препятствия. На протяжении многих лет эта гостиница оставалась самой высокогорной в Европе. На первом этаже была кухня, склады и душевые. На втором и третьем располагались жилые помещения. Всего она могла принять около ста человек одновременно. В каждой комнате находились кровати, как в плацкартных вагонах. Разместиться на них могли от пяти до восьми человек. В военные годы за приют одиннадцати велись ожесточенные бои. Однако в итоге немецкие войска оставили Кавказ. После войны отель передали Советской Академии Наук. Однако его восстановление требовало больших денег и усилий. В те времена отель использовался альпинистами, восходящими на Эльбрус. И так было до 1998 года. В 1998 году приют полностью сгорел из-за того, что туристы не соблюдали правила пожарной безопасности. Спустя некоторое время рядом с ним возвели другую небольшую гостиницу. С тех пор приют одиннадцати остался разобранным. Однако планируется восстановить эту легендарную гостиницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова